Музыка Мы молодая многодетная семья. В прошлом году мы взяли в ипотеку этот дом. Он был совершенно еще недостроенным. Я сижу с детьми дома. Муж работает в строительном магазине. Совершенно случайным образом мы в прошлом году узнали о социальном контракте. С мужем рассмотрели все его направления. Мы решили заниматься птицей. Птица, ее очень много. Это и куры, и утки. Куры дают яйца, также есть породы, которые дают мясо. Это все очень быстро растет. Это все легко продается. Это то, что всегда будут кушать и хотеть люди. Нужно было написать бизнес-план. То есть, что я хочу и что мне это даст. Мы сели, расписали, что нам нужно. Каких кур мы собираемся заводить, каких уток, какие корма мы будем покупать, поилки, какие-то принадлежности, расходные материалы. Все мы это написали. В апреле месяце мы уже подписали все документы и в середине апреля нам уже перечислили денежные средства. Мы купили все товары, которые нам были нужны, которые мы прописывали в бизнес-плане. И все. Сейчас мы продаем яйца, продаем мясо, продаем мясо кур и уток. И я отчитываюсь за это как самозанятые. То есть, каждому человеку, которому я что-то продаю, я выдаю чек. Мне кажется, на самом деле, это очень важная мера поддержки. Многим малоимущим семьям иногда не хватает какого-то базового старта для того, чтобы начать что-то. А социальный контракт подразумевает это. То есть, можно пойти отучиться, получить профессию, пойти работать. Можно открыть ИП, быть бизнесменом. Можно открыть, как мы, например, личное подсобное хозяйство и знать то, что у тебя есть что есть, есть что продать и есть на что жить. Социальный контракт позволяет улучшить свое финансовое положение. Благодаря этим выплатам тысячи жителей края уже организовали личное подсобное хозяйство, занялись предпринимательской деятельностью или обучились новой профессии. Выплаты назначаются на срок от трех месяцев до одного года и составляют до 250 тысяч рублей. Деньги можно потратить только на открытие собственного дела. Тратить деньги на личные нужды нельзя. Единственное условие программы социальной адаптации – ежемесячно предоставлять отчет. Для заключения социального контракта необходимо предоставить в орган соцзащиты паспорт, документы, сведения о доходах всех членов семьи за три предыдущих месяца, бизнес-план по предполагаемой деятельности и смету расходов. Развернутую консультацию можно получить по телефону, указанному на экране, а также каждую пятницу в 15.00 в Товом зале Комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.